Коронавирус, пандемия, самоизоляция. В таком порядке в жизнь шеф-редактора портала Уллправда.ру Екатерина Росошанской пришли эти слова. Почти сразу к ним добавилось слово удаленка. На работе ты в коллективе генерируешь какие-то идеи, знаешь, что происходит в целом. А дома плюс в том, что все рядом, все под боком. Все так же статьи, интервью, рерайты. В принципе, полноценный рабочий день. Утверждение согласования тем с начальством по интернету. Благо муж не мешает, у него свой компьютер и свои обязанности. Много времени уходит на телефонные переговоры. Главный звонок в село Большой Нагадкино, где у бабушки с дедушкой гостит младшая пятилетняя дочь Анна. Привет, Анюта. Как твои дела, доча? Как твои дела? Нормально. Что делаешь? Большая дочь. Понятно. А вот старшая 14-летняя дочь Лиза осталась в городе. Все тяготы самоизоляции переносят бок о бок с родителями. Дистанционное обучение постепенно входит в ее жизнь. Из практики остались только уроки технологии. Чтобы сделать этот прекрасный салат под названием «Козел», мне потребовалось колбаса, капуста, поломанные чипсы, корейская морковка, обычная морковка. Мама сказала, что на время самоизоляции я должна заняться чем-то полезным, научиться чему-то новым. Иначе я совсем деградирую. Рабочий график, как и в офисе, предусматривает обеденный перерыв. Лизу на кухне, впервые за день оторвавшись от компьютера, сменяет мама. Ее задача – дополнить салат старшей дочери куриным супом. Работа, работай. А, обед, предписание. Несколько часов на пятой точке без возможности выйти на улицу. Не самое приятное для здоровья. Взбодриться, привести себя в тонус помогает челлендж регионального Минспорта. Весь Ульяновск планки. Ее журналисты Управда.ру держат в обязательном порядке. И так каждый день в самоизоляции. Михаил Сашанский, Новости Управда ТВ. Новости Управда ТВ